Почему ребенок перестает звонить своим родителям, когда вырастает, становится взрослым и вы чувствуете, что он дистанцировался от вас и не идет на контакт и не общается? Обязательно досмотрите это видео до конца. Если сейчас в общении с ребенком вы допускаете эти самые ошибки, о которых я буду говорить, в будущем ждите дистанции с вашим первенцем, с дочкой, с сыном, неважно кто это, второй, третий по счету. В общем, записывайте, делайте выводы для себя и никогда не совершайте таких ошибок. Первое, с чего я хотел бы начать, это, конечно же, состояние терпимости, которое вы формируете в своих детях. Я бы даже сказал, когда вы формируете из своего ребенка терпилу, вынужденного смиряться с тем, что вы ему транслируете. Например, мама и папа в отношениях с ребенком могут манипулировать, шантажировать, где-то создавать условия, в которых мальчик либо девочка вынуждены отказываться от своих интересов и ценностей. Ну, допустим, ребенку нравится заниматься футболом, но при этом папа настаивает, чтобы он начал заниматься смешанными единоборствами, потому что он считает, что ребенок должен быть сильным, уметь со всеми драться, постоять за себя и так далее. И просто он мечтает о том, чтобы его сын завоевал какое-то звание чемпиона мира, и он потом ходил, значит, по гаражам и кричал, вот видите, мой сын чемпион мира по смешанным единоборствам. Девочка мечтает стать художником, ей нравится рисовать, но мама, видите ли, не реализовала себя как скрипачку и заставляет ее ходить играть на скрипке. Вот такие действия заставляют ребенка смириться с поведением родителей, то есть с педагогикой, которую они навязывают. И слово смирение здесь даже, мне кажется, неуместно, потому что все-таки смирение это когда я живу с миром в себе. А если мы говорим о состоянии терпилы, почему оно формируется и почему к нему привыкает ребенок? Дело в том, что дети зависят от нас, дети нуждаются в нашей любви, в открытой эмоциональности и в трансляции чувств. Если мы своим детям не даем этих состояний, а в какой момент, задумайтесь, мы лишаем ребенка любви, эмоциональности и чувственности, когда он не соответствует нашим ожиданиям? И безусловно, для того, чтобы не лишиться любви мамы и папы, дети начинают соглашаться на то, что им навязывают родители. В конечном результате мама и папа нейроассоциативно начинают восприниматься ребенком как нечто угрожающее, как источник небезопасности, как источник критики. То есть родители начинают ассоциироваться у детей с негативом. Я часто в своей работе сталкиваюсь с ситуациями, когда мама или папа, например, пишут и звонят, Марк, вот подскажите, мы с ребенком не можем найти контакт, он вырос, дистанцировался, не звонит нам, не пишет, пока мы сами не проявим инициативу, он этого не делает. Или там дочка моя избегает общения со мной, а если даже общается, то общается очень быстро. Ой, мам, давай, 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 все, пока, пока, пока. Почему ребенок уже взрослый до сих пор боится осуждения, до сих пор боится критики? Естественно, когда вам дети дают такие обобщенные ответы на ваши вопросы, уже есть повод задуматься, что что-то в отношениях не так. Я вам буду приводить очень простые примеры. Допустим, на это нужно обращать внимание уже с детских лет. Когда вы задаете вопрос ребенку, как у тебя дела? Он отвечает очень скупо, нормально и дальше не развивает тему. Стоит задуматься. Когда вы спрашиваете, как ты себя чувствуешь? Он говорит, хорошо и дальше не развивает тему. Как прошел твой день? Ответ, все хорошо, все нормально, дальше нет никакого развития темы. О чем это говорит? Это говорит о том, что для ребенка есть угроза его интеллектуальной безопасности, его эмоционально-психологической безопасности. Почему? Он не знает, как вы отреагируете на то, что он будет рассказывать. Я могу даже привести пример со своей дочерью. Естественно, в жизни любого родителя бывают ошибки. И как-то однажды я задаю своей дочери вопрос. Ну, расскажи, как у тебя дела на акробатике? А тогда она занималась акробатикой, гимнастикой, акробатикой. Вот. И она мне говорит, значит, все хорошо, мне нравится. Я начинаю задавать более подробные вопросы. Ну, а что вы там делаете? Какие упражнения вы сегодня делали? Какие фигуры? Ты можешь мне что-нибудь показать? Я чувствую, она как-то отстраняется. То есть, я вижу, что она не идет на контакт. Потом, со временем, спустя неделю либо две, я вспомнил ситуацию, в которой в общении со своим ребенком я допустил такой пробел. Когда дал немножко необоснованной критики, не потому что я хотел раскритиковать, а потому что какое-то состояние такое мне было непонятно. Вот. Раздраженно-нервное. И, безусловно, дети же быстро схватывают все, на лету прям. И закрываются в себе. Для того, чтобы не услышать в свой адрес критику, моя дочь в том числе, закрылась от меня, перестала взаимодействовать. Поэтому задача абсолютно любого родителя обращать на это внимание. Если ваши дети транслируют вам свои ценности, транслируют вам свои интересы, вы не должны их обнулять и обесценивать. Бывает, конечно, такое, что ребенок может ошибаться в стремлении к какому-либо увлечению, либо к совершению какого-то действия в силу возраста. То есть, принимается решение сиюминутно, интуитивно, ситуативно, когда мальчик либо девочка прибегает к маме и говорит «Ой, ты знаешь, я теперь хочу быть космонавтом, а я хочу быть танцором, а я хочу быть балериной». И в этот момент, что часто делают родители? Они начинают, не поддерживают развитие темы. А почему ты хочешь быть космонавтом? А что тебе нравится? А вот представь, что ты космонавт, что ты будешь делать? И как ты себя будешь чувствовать? А что тебе больше всего нравится? Может быть, мальчику вообще ничего не нравится, он даже тему не хочет раскрывать и развивать. Он просто в моменте захотел быть космонавтом. Тогда вы, как взрослый человек, можете развить тему, сказать, ну, наверное, это так здорово, где-то из космоса, видеть Землю, смотреть, значит, в этот иллюминатор и так далее, и так далее. В такой форме все на тебя смотрят, ты куда-то летишь, специальную подготовку проходишь. Вот это может сделать родители. И когда детки вот так вспыльчиво в моменте меняют свои цели и планы, это абсолютно нормальная история. На этом и нужно зацикливаться. Я даже помню, у меня были такие случаи, когда я был ребенком, когда я прибегал, говорил что-нибудь своим родителям. Вот, я хочу заниматься каратэ. Почему? Потому что я недавно, буквально полчаса назад, посмотрел фильм с Ван Дамом, там, с Шикичаном каким-то, с Чаком Норрисом. И это у всех детей, так, я ниндзя, я каратист, на улицу побежали руками, ногами машем и так далее. Проходит пару дней, ты уже забыл, что ты хочешь быть каратистом. Ты уже хочешь быть американским футболистом, который бегает с этим мячом, похожим на дыню. Тебя все толкают, бьют, а потом вся трибуна вскакивает и аплодирует тебе, потому что ты выиграл матч и на самой последней секунде, значит, занес его за линию. Такое может быть. Ребенок очень эмоционален, он воспринимает информацию, как губка впитывает в себя, тут же меняет свои планы. Поэтому, когда мы пытаемся навязать своим детям что-либо, они в конечном итоге, мало того, что начинают нас воспринимать как некую угрозу, так они еще и формируют в себе вот это состояние терпилы по отношению к другим людям и к обстоятельствам. Они будут терпеть унижения, они будут терпеть нарушения границ личного пространства, они будут терпеть психологически незрелого партнера в отношениях, соглашаться с какой-то не совсем конструктивной педагогикой со стороны работодательной педагогикой, они называются корпоративными отношениями, где, значит, человека могут, вашего ребенка взрослого, могут наказывать несправедливо, штрафовать, делать какие-то выговоры и так далее. А все это, безусловно, формируется уже с детских лет, в том числе, когда ребенок садится за стол. Например, вы накрываете завтрак, там накрыли стол, семья садится завтракать. Вы посчитали, что он должен есть овсяную кашу, но он не хочет ее есть, и вы постоянно сталкиваетесь с одной проблемой. Овсянка нам не подходит, ему конкретно. Вам подходит, ему не подходит. И вы через какие-то насильственные действия начинаете пихать в него эту овсянку, заставлять его манипулировать. Вот если не доешь, гулять не будешь. Если не поешь, гаджет заберем. А давай за маму, за бабушку. Он уже плачет сидит, у него эта каша вываливается изо рта, но не хочет он ее есть. Если подходить к этой ситуации с точки зрения телесно-ориентированной психотерапии, то за счет таких действий в том числе может сформироваться горловой блок, горловой зажим. В результате он приведет к самым неизвестным последствиям. Мы можем предполагать, то есть это могут быть проблемы с самопрезентацией. То есть когда ребенок вырастает, он не может заявить о себе миру. Это могут быть проблемы с самооценкой. Это могут быть проблемы в коммуникациях с людьми. Когда ребенок будет говорить, а его не будут слышать. Это в том числе могут быть проблемы и со здоровьем. У меня на программе «Я такая одна, удобная или уникальная» есть отдельный вебинар, где я рассказываю про телесные блоки, ориентируясь на телесно-ориентированную психотерапию. И этот вебинар будет очень полезен для абсолютно любой женщины, потому что наверняка и у вас присутствуют те или иные блоки, которые начали формироваться еще с детских лет. Ведь вы тоже были ребенком и тоже могли сталкиваться с ситуациями, где ваши границы личного пространства нарушались. И в результате нарушения этих границ формировались те самые блоки. Они могут быть абсолютно разными. Допустим, тазовый блок у женщины может влиять на ее самооценку, сексуальность, на ее отношения с мужчиной, на ее здоровье, на ее репродуктивную систему, на ее социализацию. А блоков там много, может быть глазной блок, челюстной, верхний челюстной, нижний челюстной, горловой, грудной, диафрагмальный, брюшной, тазовый. Вот если вы хотите узнать, какой блок у вас присутствует, на какие сферы жизни влияет, под этим видео есть ссылочка. Переходите по ней, регистрируйтесь и присоединяйтесь к бесплатной программе, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Я хотел бы спросить, а если родитель осознал, что, ну, все, уже ребенок закрывается, накосячил он до этого раньше, много раз, все такое, как-то это можно рульнуть, когда уже... Ну, можно, конечно, перестать совершать эти ошибки и, как я сказал, проговорить с ребенком. То есть, если ты понял, что ты накосячил, твоя задача энергию сливать не на исправление ошибки, ты не исправишь ее никак уже, все. Твоя задача больше этого не повторять и, естественно, проговорить это с ребенком. А что значит не повторять? Ну, допустим, у тебя уже взрослый ребенок, и он тебе высказывает свое мнение и говорит, пап, ты знаешь, я решил с ребятами, что мы хотим открыть кальянную. Мы хотим кальян там раскуривать и накуривать людей кальянную, значит. А по твоему мнению, это, ну, не совсем правильно, что ли. С точки зрения здоровья, с точки зрения того, что находиться в таком пространстве, где постоянный дым, людей подсаживать на эту зависимость кальянную. То есть, это твое убеждение, понимаешь? У него другое мнение. Но при этом, если ты осознаешь, что ты накосячил до этого разговора, до этого возрастного периода, дай своему ребенку возможность совершить то действие, которое он хочет. Почему? Он имеет право сделать это, он имеет право ошибиться, он имеет право передумать. И единственное, что ты можешь сказать, что я, как бы, доверяю тебе, я знаю, что ты у меня взрослый, умный, и что ты обязательно сделаешь для себя какие-то выводы. И даже если ты передумаешь этим заниматься, я всегда тебя поддержу. Для детей, я могу так сказать, которые никогда не слышали от своих родителей подобное, это является стрессом. Вот представь себе, ребенку никогда не говорили, я тебя люблю. Он не знает, что это такое. И тут мама, которая поработала над собой, прошла там какие-то курсы у меня, например, приходит к дочери своей, обнимает ее и со слезами на глазах говорит, доченька, я тебя так люблю сильно. При этом, а мама никогда не говорила, я тебя люблю, потому что ей никто не говорил. Но кто-то должен вовремя сделать первый шаг. Ты представляешь, и эти дети, взрослые, они в состоянии шока, они не знают, как реагировать. Они начинают спрашивать, мам, ты себя хорошо чувствуешь? Что-то случилось? Ты заболела? Я что-то сделала? То есть, я тебя люблю, это ощущение, что ты накосячил где-то. Либо в жизни родителя что-то произошло, болезнь какая-то, сработу, квартира сгорела. Вот и все. В общем, папа бросил, мама моя, она пришла рассказывать, я тебя люблю. Не нужно. Это одна из самых больших ошибок родителей. Они взвешивают свой прошлый опыт общения с детьми, основываясь на этом, ну допустим, не совсем позитивном опыте. Они обнаруживают в себе кучу косяков, испытывают чувство вины, и где-то могут даже еще сильнее ребенка отодвинуть на дистанцию за счет того, что они через чувство вины становятся чрезмерно навязчивыми. Вот я виноват перед тобой, чего-то не додал, и начинают ребенка прям заваливать этими признаниями, этими смс-ками, этой заботой, этой мотивацией, и всем остальным. Все должно быть дозировано. Ребенок тоже должен адаптироваться, даже взрослый. Вот сказала раз, я тебя люблю, прошло время, ну еще раз сказала, что постепенно, постепенно не было такой реакции, да ладно, что произошло, никогда не говорила, тут заговорила таким образом. Это проявляется во всем. Во всем. Так вот, если мы с вами, например, говорим о лишении ребенка права голоса, да, это тоже формирует в нем состояние терпима, то есть он вырастает и превращается в жертву. Если мы постоянно лишаем ребенка возможности заявлять о себе, о своих ценностях и интересах, и подменяем их своими ценностями и интересами, мы формируем в ребенке жертву. Если мы навязываем ребенку ценности, которые противоречат его личным, это тоже приводит к формированию жертвенности. Я вам даже больше скажу, я сталкивался с ситуациями, когда, например, мама навязывала своей девочке определенный стиль одежды. И, как правило, этот стиль одежды в большей степени напоминал такую одежду мальчика. То есть мама бессознательно лишала свою девочку быть сексуальной, то есть транслировать некую женственность. И мы сейчас не говорим про короткие мини-юбки, про открытые декольдя и какой-то. Нет. То есть маме, например, показалось, что девочка ее должна обходить в брюках, в джинсах, в каких-то этих толстовках мужских, в бейсболках, с постоянно убранными волосами. Параллельно она еще и не формировала у девочки привычку быть женственной, ухаживать за собой, за волосиками своими, за гигиеной и так далее. Почему такое может произойти? Возможно, мама где-то пострадала на уровне своей сексуальности и женственности. Муж изменил, не получается построить отношения с мужчиной, недовольна своей внешностью, не принимает свое тело, не уверена в себе, возможно, пережила какие-то невротические отношения с мужчиной и посчитала, что нужно закрыться от всего мира. И часто такое бывает, что мамы так себя ведут не потому, что хотят плохо сделать своей дочери, а бессознательно лишают ребенка вот этой сексуальности, женственности, ну, проявления. Мы не говорим сейчас про маленькие детей, уже про подростковый возраст, пубертатный период, когда девочка пытается себя украшать, нравится мальчикам. И, конечно, она может это делать абсолютно бессознательно, чтобы своего ребенка предостеречь, чтобы девочка не столкнулась с трудностями. Но когда это входит в привычку у ребенка, она вырастает, у нее возникают проблемы и сложности в построении отношений с мужчиной. Она начинает вспоминать свое детство. И среди моих клиентов, таких знаете, сколько женщин было? Вот мне мама постоянно коротко стригла волосы. Я плакала, я не хотела. А вот меня мама заставляла носить штаны, спортивные костюмы. Я ходила как пацан. А вот моя мама постоянно ругала меня за то, что я дружу с девочками, которые там ярко одеваются. И говорила, лучше дружи с мальчиками. А вот мне мама навязывала это, это пятое и десятое. И ты понимаешь, что у этого ребенка, выросшего, есть ассоциация с матерью, в основе которой не любовь, значимость, принятие, нежность, забота. А там исключительно один негатив. Хотим мы этого или нет, но наша психика так устроена, что мы стараемся всеми силами возможными избежать соприкосновения с источником дискомфорта. И представьте себе, если вы сформируете у своего ребенка нейроассоциативное представление, что вы есть дискомфорт, что вы есть негатив, что вы есть источник страданий. И это же самая такая, знаете, простая форма общения с ребенком для многих родителей. Манипуляция, шантаж, где-то нарушение границ, лишение ребенка чувственности, эмоциональности и любви. Все, ребенок будет как шелковый. Но какой результат в конечном итоге? Это знаете, как люди, которые садятся за стол и начинают пить бесконтрольно алкоголь. Они понимают, что завтра будет хреново, завтра они целый день будут лежать, встать не смогут, голова будет болеть, возможно, придется вызывать скорую. Но главное, что им комфортно сейчас. И вот они закладывают, 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 закладывают. Утром просыпается вот такая голова. Мама дорогая, вызывайте скорую, делайте мне на капельницу. Поэтому в общении с детьми вы должны понять одну важную вещь. То, что для вас на сегодняшний день кажется вполне естественным, в конечном итоге может вылиться катастрофой для вас. И общаясь с ребенком, вы также должны понимать, что в общении с ребенком вы должны искать неудобные только для вас формы взаимоотношений, но в том числе и подходящие вашему малышу, либо вашей малышке. Потому что если вы ориентируетесь только на себя, это конец. Если вы ориентируетесь в том числе и на своего ребенка, это дает возможность вам выстраивать абсолютно открытые отношения, безопасные отношения, в основе которых будет лежать, конечно же, любовь. А многие родители, даже которые обращаются к психологам, приходят и говорят, вот мой ребенок, я не могу найти общий язык со своим взрослым ребенком, у меня не получается. Скажите, пожалуйста, как мне правильно намекнуть, чтобы мы вместе сходили к психологу? Слушайте, ну большая часть проблем, с которыми родители хотят привести детей к психологам, к детям не имеют никакого отношения. Это исключительно проблема самого родителя. И родитель должен идти в терапию, не ребенка своего туда тащить. Потому что, как правило, это все вскрывается в процессе терапии с ребенком. И для чего тратить лишнее время, лишние деньги? Пошли, поработали над собой, привели себя в порядок, и только после этого выходим на контакт со своими детьми. В крайнем случае, ну послушайте, это просто приведет к тому, что вы будете сидеть в одиночестве, кусать себе руки. А там появятся внуки, и что происходит? Как часто бывает? Ребенок, взрослый, смотрит на свою маму, как она общается со своими внуками, и диву дается, почему так со мной не общались? Почему не было столько заботы? Почему не было столько внимания? Почему не было столько мудрости? И это может тоже усложнить отношения. Поэтому каждый родитель, который осознал свои ошибки, он должен проговорить их со своими взрослыми детьми. Да, возможно, там не нужно ходить, биться в лбу, в пол и кричать, простите меня, простите, но проговорить, что вы признаете, что там, 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 вы совершили ошибки, что, да, можно было бы вести себя по-другому, но я не знал, как, либо я не знал, как. И это уже не исправит тех ошибок, которые вы допустили, но, по крайней мере, каким-то образом сократит дистанцию между вами, и ребенок уже не будет воспринимать вас угрозой. Поэтому запомните это раз и навсегда. Вы должны прислушиваться к своим детям. Это отдельные от вас люди, они вам не принадлежат. То, что вы стали проводником в эту жизнь, это здорово и прекрасно. Но они вырастают и формируют себя как самостоятельную единицу общества. И делать из ребенка то, что вы в нем хотите видеть, это неправильно. Вы можете подавать пример, но у ребенка всегда остается выбор. Вы можете транслировать свои ценности, но не навязывать их. Вы можете показывать, что значит быть женщиной, что значит быть мужчиной, но при этом не навязывать ребенку свое мнение и не пытаться сломать его. Поэтому, если вы самостоятельно не справляетесь и у вас не получается, это о чем может говорить? В том числе об отсутствии психологической зрелости. А психологическая зрелость дает возможность кому? Родителям быть в контакте полноценным с детьми. Не нарушать их границы, не превращать их в жертв, в спасателей, в агрессоров, не подсаживать им какие-то установки и убеждения. С этим всем мы будем работать обязательно на программе «Я такая одна, удобная или уникальная», поэтому ссылка в описании под этим видео. Переходите по ней и регистрируйтесь.